Вернемся в Европу. И тогда Алла Спонталя дал, это исторический факт, опять мы берем из Курана, то, что дал могущество немусульманам. Казалось бы, как же Алла Спонталя мог сделать так? Да, так получилось. Почему? Потому что мусульмане отказались именно от той роли, которую они должны были. Они должны были распространять. Но они отказались от этого. Мы, напомню, Алла Спонталя сказал, мы сделали вас лучшим из общин. С правильным рамом 110 аят. Сделали вас. Не хотите быть лучшим из общин? Для Аллаха легко. Он ни в ком и ни в чем не нуждается. Тогда он заменит вас. И многих людей ослюпляет, и они завидуют. И вчера мы про это тоже говорили, то могущество, то финансовое положение, которое занимает на сегодняшний день и тогда Европа и другие немусульманские страны. Начинают задумываться многие даже, что говорят, надо делать хиджер туда. Вот там хорошо. Ни в коем случае туда делать хиджер нельзя. Это на сегодняшний день там хорошо, но надо думать о том, что в какой среде, в какой обстановке завтра вырастут твои дети. Это ты уехал отсюда, поняв ислам, укрепившись. А твой ребенок будет расти на этой улице, с ними общаясь, где гарантия, что он не переменит у них все их обычаи и привычки. Надо делать хиджер там, где укрепляешься. А на сегодняшний день и в мелкой местности мы отдаляемся от религии Аллаха, переезжаем куда-то, где-то объединяемся, но не на пути Аллаха. И также многие мусульмане делают хиджер в Западной Европе. По всем фатвам ученым единогласно это запрещено. Это запрещено. Почему это происходит? Потому что у мусульман есть зависть. Зависть, видимость, это мишура, якобы их благополучной жизни. Но их жизнь надо понять одно. И это является тем камнем, который нам никогда не позволит сделать хиджеру. Она не основана на Куране Суни, их жизнь. Не основана на Куране Суни. И где гарантия, что ты сам не изменишься завтра под воздействием этих? Не захочешь, так они тебе изменили. Поэтому ученые говорят, если в одном городе есть два богобоязни человека, они все равно найдут друг друга. Если же есть два испорченных сердца, они тоже найдут друг друга. И где гарантия, что твой сердце не испортится, и ты не станешь одним из них? Потому что ты будешь находиться в такой среде. Пророк Сааллаху, алейки вассалям, запрещал даже ехать в страны неверных, беря само мусхав, чтобы он не попал в Куран руки неверных. Не то, что говорит о хиджере. Продолжение следует...